Всем хорошего дня! С вами Кубик, и перед началом ролика хочу посоветовать вам подписаться на канал и поставить лайк. Погнали! Темой сегодняшнего ролика станет ТОП-5 моих любимых игр, ссылки на которые вы можете найти в описании. Это сугубо моё мнение, и оно может исходиться с вашим. Пятую строчку нашего ТОПа занимает игра под названием The Elder Scrolls V. Skyrim. Это мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром, разработанная студией Bethesda Game Studios и выпущенная компанией Bethesda Seft Wars. Это пятая часть серии The Elder Scrolls. Игра была выпущена 11 ноября 2011 года на Windows, PlayStation 3 и Xbox 360. Skyrim предоставляет игроку возможность свободно путешествовать по обширному игровому миру, исследуя его и самостоятельно находя новые места и задания. Действие Skyrim происходит в вымышленной провинции Skyrim на материке Тамриэль, спустя 200 лет после событий предыдущей игры серии. The Elder Scrolls IV – Oblivion. Основная сюжетная линия связана с появлением в Skyrim могущественного дракона Алдуина. На главного героя, дракона рождённого, возложена задача остановить возвращение драконов и сразить Алдуина. Четвёртую строчку нашего топа занимает игра под названием Fallout 3. Это компьютерная игра в жанре Action RPG. Третья канонистическая игра серии Fallout. Была разработана компанией Bethesda Game Studios и издана Bethesda Seftworks из Animax Media. Fallout 3 вышла для игровых приставок Xbox 360 и PlayStation 3, а также для персональных компьютеров под управлением Microsoft Windows. Выход игры состоялся 28 октября 2008 года в США, 30 октября в Европе и Австралии и 4 декабря в Японии. Локализация игры в России осуществлена компанией 1С. В течение 2009 года были выпущены 5 дополнений к игре, на русском языке изданные компанией 1С. Сюжет Fallout 3 продолжает развитие событий игры серии Fallout, действия которых происходят в мире, медленно возвращающемся после ядерной войны 2077 года. Время действия игры – 2277 год. Ее события происходят через 36 лет после событий игры в Fallout 2. Как в предыдущих играх серии Fallout 3 фигурирует сеть подземных убежищ, построенная компанией Vault-Tec, как заявлялось, для спасения некоторой части Америки от последствия войны. Хотя и вне убежищ присутствуют выжившие люди, находящиеся в гораздо меньшей безопасности. Бронзовый призер нашего топа – игра под названием Need for Speed Underground. Это видеоигра серии Need for Speed в жанре аркадного автосимулятора, разработанная студией EA Black Box и изданная компанией Electronic Arts для игровых консолей и персональных компьютеров в 2003 году. В России Need for Speed Underground была издана компания Soft Club, первоначально с русской документацией, а после полностью на русском языке. В марте 2005 года игра была выпущена для аркадных автоматов. Действие Need for Speed Underground происходит в вымышленном ночном городе под названием Olympic City. По сюжету главный герой получает уважение, участвуя в уличных гонках и стараясь превзойти лучшего гонщика в городе – Эдди. В игре присутствует несколько различных типов гонок, каждый из которых имеет свои особенности. За победу в соревнованиях зарабатывайте очки, стили и наличные деньги, а также открывайте новые автомобили и разнообразные детали тюнинга и стайлинга. Игра была основана на уличных гонках, которые стали популярны благодаря фильму Forsage. Серебро нашего топа забирает игра под названием Warface. Warface – это компьютерная игра в жанре массового многопользовательского онлайн-шутера от первого лица, разработанная киевским филиалом Crytek – Crytek Kyiv. Однако, эта информация широкая общественность стала известна лишь в августе 2011 года, после официального анонса игры. Более подробную информацию вы найдете уже в игре. Из золота нашего топа забирает игра под названием Stalker. У меня нет отдельной части, я люблю их все. Stalker – это франшиза, принадлежащая украинской компании GameWorld. Название – вымышленная вселенная, которая создана на основе повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких. Особенности этой игры – это животный мир, виртуальные монстры и сталкеры, мигрирующие по зоне, наравне с героем, занимающимся повседневными делами. Едят, воюют, ищут добычу, торгуют, спят и отдыхают. Свобода перемещений по миру и по сюжетной ветке ограничена лишь желаниями и возможностями игрока. Знакомый и близкий мир постсоветского пространства. Реальные объекты Чернобыльской зоны отчуждения. Город энергетиков Припять. ЧАЭС – комплекс загоризонтального обнаружения Чернобыль-2 и другие. Атмосфера мистической и таинственной и постоянной опасности. Несколько вариантов консолок. Система погодных эффектов и смены дня и ночи. Фатореалистичная графика, помогающая глубже погрузиться в атмосферу игры. Реальная физика полета пули. Большой арсенал реальных прототипов оружия. Наряду с традиционными режимами сетевой игры, уникальный режим в антураже игры. Сбор артефактов, широкие возможности редактора карт сетевой игры. Вот и подошел к концу этот ролик. Это были мои самые любимые игры. До новых встреч. С вами был Кубик. Всем пока.